Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. Меня зовут Андрей Горгуленко. В Самаре с каждой неделей все больше спортивных соревнований. Расскажем о самых интересных. Смотрите в этом выпуске. Четвертая победа подряд. Крылья Советов ворвались в тройку лидеров Футбольной национальной лиги. Лучшие на ринге. Самарские боксеры обладатели Кубка России. 15 километров по шоссе. В Самаре прошли первенство и чемпионат города по велоспорту. Самарские Крылья Советов одержали четвертую победу подряд в первенстве Футбольной национальной лиги. Волжане в этих играх забили 10 мячей и ни разу не пропустили. В последнем матче на выезде был разгромлен Омский Иртыш. Как развивались события поединка, расскажем в следующем материале. Футболисты Самарских Крыльев Советов, похоже, нашли свою игру. Подопечные Игоря Осенькина разгромили Омский Иртыш на выезде со счетом 0-4. Эта победа стала четвертой подряд для Волжского клуба. Первый гол в поединке забил нападающий Иван Сергеев. Он откликнулся на передачу Дмитрия Кабутова и переиграл голкипера хозяев поля. Под занавес первого тайма воспитанник самарского футбола упрочил преимущество гостей. Егор Галенков реализовал выход один на один. Во втором отрезке встречи на поле появился легионер Раду Гансарь. Полузащитник отметился дублем и установил окончательный счет на табло. Гансарь после травмы у нас наконец забил и мы хотели бы эти мячи забивать пораньше. Мы все сделали по количеству моментов, чтобы мы уже совершенно в такой игре безболезненно довели ее до концовки. Соперник преподал нам хороший урок. Эта игра выявила огромные проблемы нашей команды при введении оборонительных действий. Не только индивидуальные ошибки мы допускали, но и коллективные всей команды. Нас хватило ровно на 10 минут. После этой победы крылья советов занимают третью строчку в турнирной таблице и имеют в своем активе 19 очков. Следующий поединок волжане проведут на Самара-арене 23 сентября. Подопечные Игоря Осенькина померятся с силами с брянским «Динамо». Начало поединка в 19.00. Вместо зеленого газона – голубые экраны. На стадионе Самара-арена прошел финальный этап регионального проекта «Лето с футбольным мячом». 26 спортсменов, которые прошли через сито отборочных соревнований, определяли сильнейших киберфутболистов в трех дисциплинах. Какой футбол больше нравится школьникам – реальный или виртуальный, узнала наша съемочная группа. Региональный турнир «Лето с футбольным мячом» в этом году проходит в 12-й раз. Но из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в этом году он состоялся в новом формате. И если раньше юные футболисты сами бегали по зеленому газону, то теперь управляют виртуальными игроками с помощью геймпадов и клавиатур. Кирилл Шумаков из школы номер 2 Большой Черниговки участвовал в турнире «Лето с футбольным мячом» в разных форматах. Говорит, что больше любит гонять мяч по полю. В киберфутбол играет редко – раз в неделю. Но признается, что это помогает осваивать тактические хитрости. Мне больше нравится настоящий футбол, но легче виртуальный, потому что там есть тренировки понятные, интерактивные. В Чифе ты можешь играть два часа и уже начинаешь понимать игру. Соревнования начинали более 400 школьников друг против друга и играли в интернете. После отборочных игр только 26 спортсменов вышли в финальный этап, который проходил на Самаро-арене. А потому не обошлось на этом празднике и без настоящего футбола. На поле, где играют профессионалы, вышли капитаны команд, участвующих в турнире «Лето с футбольным мячом». Им противостояли звезды и легенды самарского футбола. Сегодня Дмитрий Григорьевич Азаров, губернатор Самарской области, сделал нам подарок. Футбольный подарок. Сделал возможность, чтобы мы здесь находились на лучшем в мире стадионе – Самаро-арене. Победители определяли в трех дисциплинах в зависимости от приставки, на которой играли юные спортсмены. Лучшим участникам вручили кубки, медали и новые геймпады, чтобы было на чем отрабатывать виртуальные приемы к следующему турниру. Организаторы отметили, что планируют теперь проводить «Лето с футбольным мячом» параллельно в двух форматах. Региональные спортсмены покоряют не только командные виды спорта, но и индивидуальные. Самарские боксеры стали обладателями Кубка России и получили благодарственные письма от областного Минспорта. Через что пришлось пройти чемпионом, чтобы подняться на вершину пьедестала почета, расскажет наш корреспондент. Деревенский парень из Оренбургской области Владимир Маркелов по спортивным меркам начал заниматься боксом поздно. Впервые он пришел в спортивный зал в 15 лет. Переехав в Самару, продолжил тренироваться. Учебу и занятия спортом удалось совмещать. И везде Владимир добился успехов. У него два высших образования и два Кубка России. Очередную высшую награду страны мастер спорта завоевал в Ижевске. Именно финальный поединок Владимира Маркелова против Сергея Колчугина из ЦФО и принес победу команде Приволжского федерального округа. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Поэтому приходится успевать и поучиться, и потренироваться. Ну, на самом деле, кто-то говорит старики, но, оказывается, в любом возрасте можно на самом деле. Это все так, отговорки. Что поздно, если хотеть, если есть желание, то в любом возрасте можно тренироваться и показывать результаты. На этот раз самарским боксерам выиграть Кубок России было непросто. Основные соперники – члены сборной страны. От этого спортивный трофей, добытый на ринге в этом году, ценнее в несколько раз, заметил ветеран букса, чемпион мира самарец Василий Шишов. Он смотрел бои на спортивной арене в Ижевске, где проходили соревнования. За сборную Приволжского федерального округа, кроме Владимира Маркелова, сражались Тамерлан Казиев и Розеуан Мазихов. За победу на Кубке страны по боксу они и их тренеры получили от областного Минспорта благодарственные письма. Поздравил чемпионов и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Конечно, спортсмен должен быть учитель, должен быть тренер. И очень здорово, что удалось в нашей области в очень трудные годы, когда всем видам спорта было нелегко. И боксу, конечно же, сохранить в тренерский состав, который воспитывал мальчишек и подводил к таким результатам. И, конечно же, эти победы для нас важны с точки зрения популяризации не только бокса, но и спорта в целом. За первое место сборная команда ПФО получила 7 миллионов рублей. Но расслабляться некогда. Впереди у обладателей Кубка страны чемпионат России. Победа на нем дает право стать кандидатом в национальную сборную. А это перспектива попасть на Олимпиаду. О чем и мечтают самарские звезды бокса. Космический и масштабный старт на длинные дистанции. На Волжской набережной прошел марафон на Кубок главы города. В этом году в забеге приняли участие порядка 2000 атлетов. Награждать победителей приехала глава Самары Елена Лапушкина. Как прошел спортивный праздник, расскажем далее. 42 километра за несколько часов достойный результат. Первой среди девушек к финишу пришла Ирина Малкова из Кургана. Ирина с детства занимается легкой атлетикой. Говорит, узнав про возможность поучаствовать в забеге, сразу решила приехать. Спортсменка не пропускает ни одного марафона. Способна пробежать дистанцию в 100 километров. В принципе, погода марафонская, беговая, трасса тоже нормальная. Но последняя горка на Новосадовой, конечно, убивала по ногам. Так было все прекрасно. Космический марафон прошел в Самаре в четвертый раз. Легкоатлеты преодолевали дистанции 3, 10, 21 и 42 километра. Для тех, кто показал на лучший результат, подготовили денежные призы и кубки. Вручать их призерам приехала глава города Елена Лапушкина. Не забыли организаторы и о мерах предосторожности. По согласованию с Роспотребнадзором, каждая дистанция пробегалась в разное время, чтобы не допускать скопления людей на старте. Атмосфера праздничная. Да, в количестве, конечно, мы немножко потеряли. В прошлом году было 3,5 тысяч человек. Но здесь мы установили специальный лимит, выше которого мы не смогли подняться. Поэтому я думаю, что благодаря администрации городского округа Самары, наших партнеров, спонсоров, мы продолжим это дело. И в следующем году будет еще больше. Ой, здорово! Эмоции переполняет. После карантина такое мероприятие классное. Всего в этом году пробежать по Самарской набережной приехали свыше двух тысяч любителей спорта со всей России. Без медали не остался ни один участник космического марафона. В Самаре прошел еще один традиционный забег – кросс-нации. Участие в нем приняли около тысячи человек. От мала до велика. Самарцы бегали на различные дистанции – от двух до двенадцати километров. На финише их встречала наша съемочная группа. Аганесса Макрчан заканчивает юридический вуз. Говорит, за четыре года учебы спорт стал неотъемлемой частью жизни. Хотя тягу к здоровому образу жизни Аганессу привил еще отец, который занимался легкой атлетикой. Ежегодно молодой человек принимает участие в традиционном всероссийском дне бега кросс-нации. Когда бегаешь, ощущаешь невероятное чувство, то есть это и мотивация в дальнейшем. Если будет желание стать спортсменом, принимать участие в всяких чемпионатах. Плечом к плечу с любителями бегут и профессионалы, которые всегда готовы поддержать советом. Для Татьяны Геремеевой кросс-нация открыл новые возможности. Пару лет назад на спортивном празднике ее заметил тренер. И сегодня она уже КМС по легкой атлетике. Сначала бывает такое, они совершают ошибку. Они бегут быстро сначала, а потом бегут медленнее. Хотя я даже на старте бывала, говорила девушкам. Давайте начнем поспокойнее, начните и потом добежите. Вот такие, скорее так, отдых. Участникам предстояло преодолеть дистанции от двух до 12 тысяч метров в зависимости от возрастной группы. На дистанцию вышли все, от дошкольников до пенсионеров. Сейчас, нынешнее время, последние особенно 3-4 года, стало модно бегать или на велосипедах кататься. Понимаете, и все участников с каждым годом становятся все больше. Но этот год своеобразный, из-за этого мы не можем по полному объеме его провести. Самар, в принципе, у нас очень спортивный город. У нас очень много спортивных событий, которые происходят. Такой забег, конечно, очень важное мероприятие, потому что ее принимают все жители не только нашего города, но и области. Это всероссийское мероприятие. Ну и каждое спортивное мероприятие – это замечательный пример того, как город и как жители города стрелятся, стать сильнее, лучше, быстрее, правильнее, здоровее. По итогам забега все участники получили медали и кубки. Велосипедисты закрыли соревновательный сезон. В Самаре прошли первенство и чемпионат города по велоспорту шоссе. От старта до финиша спортсменам нужно было преодолеть 15 километров. С окрестностей стадиона «Самара-Арена» наш репортаж. Чтобы пролететь гоночную трассу в 15 километров за нормативное время, минут за 20 нужно как следует размяться. Эту аксиому молодой велосипедист Динар Софиулин выучил на зубок. Молодой человек в седле всего лишь три года, поэтому для него городские соревнования пока как тренировка. Набирается опыта, на медали не рассчитывает. Но придет и его время, уверен гонщик, и он обязательно поднимется на пьедестал почета не только первенства Самары, но и России. Я с детства катаюсь уже на велике, поэтому я велоспорт выбрал. Первенство и чемпионат Самары по велоспорту шоссе прошел в окрестностях стадиона «Самара-Арена». Гонщики уходили на трассу небольшими группами, соблюдали все меры безопасности при сложной эпидситуации. Участники – мужчины и женщины, юноши и девушки – преодолели 15 километров в два круга. Индивидуальная гонка собрала на старте 120 человек. «Критериев абсолютно никаких нет в нашем виде спорта. Это главное желание и всего. А все остальное мы предоставляем. То, что у нас имеется, естественно, велосипеды какие-то есть для начального уровня подготовки. Многие ребята занимаются пока что для своего удовольствия. Пока что на этом этапе для них главное участие, а не результат. Сложный велосезон оказался для самарских спортсменов плодотворным. Удалось провести областные соревнования. Лучшие поехали на чемпионат страны, где выиграли парную и командную гонки. Сейчас у нас выступают ребята в Челябинской области на маунтэнбайке. Два дня назад девушка была третьей, Тесленко Елизавета. Так что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Соревнуемся. Сейчас команда готовится выступать в Самарской области, чемпионат России среди слабослышащих спортсменов в Крыму». В этом году самарские велогонщики откатали последние городские соревнования по шоссейным гонкам. В октябре турнир пройдет для тех, кто предпочитает маунтэнбайк, то есть гонки по горам и пересеченной местности. На этом наш выпуск завершен. Увидимся через две недели в программе «Мастер спорта». Больших побед вам! Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!